Не знаю как вы, но я в своем детстве очень обожал смотреть разные рубрики по ГТ5. И одной из таких рубрик была городская маскировка. Эту рубрику снимало много ютуберов, но по большей части ее снимал Фрэш. Суть этой рубрики заключается в том, что ребята ездили по карте под видом ботов. Их задачей было узнать своего товарища среди толпы. Блин, это не хайпово, что придется машину менять. А придется? Если же человека и получалось найти, то всеми способами это было показано, чтобы забрать себе победу. Попыток угадать было три. Но если же все-таки не получалось угадать за три попыточки, то человек проигрывал. Это бот был! В карпаркинге такого не снимал еще никто. Именно поэтому я позвал своего друга Илюху Элчика для снятия данного шедевра. К сожалению, в карпаркинге нельзя спрятаться среди ботов. Все потому, что машины у них сделаны по-другому, ну и ездят они тоже соответственно ботам. Но для этой проблемы у нас нашлось решение. Я позвал своих ребят из своего ТГ-канала, ссылочка на который, кстати, находится в описании. И указал для них правила, которые они должны были прочитать и сделать все, как там написано. На самом деле ничего сложного нету. Ребята берут машины без каких-либо надписей, номеров и так далее. Делают обязательно фулл тонировочку, чтобы не было видно персонажа внутри машины. И залетают ко мне на сервер. На сервере их задача ездить по ПДД на карте Кукуруза, так как именно эта локация сегодня будет в нашем видео. Среди 20 человек будет находиться Илья Элчик, которого я должен буду найти. С каждым раундом мы будем с ним меняться. То есть во втором раунде уже буду прятаться я, а он будет меня искать. Все, что дает подсказки, я отключил. Я не вижу никнеймы ребят, а значит я и не смогу вычислить, где именно находится Илья Элчик. Карту в этой рубрике отключать в принципе и не нужно. Все потому, что она никаких подсказок в основе не дает. Все, что там отображено, это только машинки, которые у нас ездят. И ничего более. Правила, конечно же, у нас свои. То есть это немножко измененная рубрика, не такая, как снимали многие другие ютуберы по GTA 5. Надеюсь, что вам понравится эта рубрика. Садитесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое. Ну и мы с вами начинаем. Ну что, ребят, как вы поняли, я отключил полностью все никнеймы. То есть я не вижу, в какой машине именно сидит Илюха Элчик. Я все, что вижу на карте, это просто как катаются машинки. Подписчики сегодня у нас в роли ботов, ездят по ПДД. Илюха среди них. То есть где-то у нас 20 человек на сервере. И, ну, в принципе, один я, конечно же, и один Илюха Элчик. То есть среди 19 людей где-то у нас прятался Илюха. Моя задача сегодня будет отличить его. Попытка только одна. Так, у нас тут Е60 меня прям таранит. Я не понял, что это такое у нас. На самом деле, ребят, когда я переносил эту рубрику из ГТ-5 в карпаркинг. Я думал, что это будет все гораздо легче. А сейчас я зашел на карту и просто офигел. Ну и просто поймите тот факт, что все люди здесь катаются по ПДД. У всех тонер на лобаши и по боковым стеклам. И нифига не видно даже персонажа внутри машины. Это сделано специально, чтобы я не отличил персонажа Илюхи от других людей. Так, ну я все равно буду пользоваться какими-то подсказками. Мне даже можно пользоваться дроном, потому что, ну, я просто могу подсматривать за собами. Вот Е60 подозрительная, она прям за мной катается. Но мне кажется, вряд ли это сам Илюха Элчик. Мне кажется, блин, я Илюху даже не видел. У нас просто фулл сервер из 19 человек. Ну, это если не считая меня. Здесь где-то находится Илюха Элчик. Я даже вообще не знаю, куда мне поехать. У меня просто растерянность какая-то. Кстати, где все эти люди? Я что-то мало до сих пор увидел. Так, у нас Хонда тут поехала. Странная такая. Хотя, чего в ней странного? Просто чел едет. Ну, ладно. Погнали с вами дальше проедем. Так, куда мне с вами зарулить? Я даже вообще, ребят, не знаю. Это такая растерянность идет, что я даже не знаю, как мне отличить. Вот, три машины едут. Где мне найти Илюху? Я вот вообще не понимаю. Это просто рандом. Мне надо из 19 человек какого-то рандомного типа тыкнуть. Типа, это Илюха Элчик. И попытаться победить. Да, кстати, я не сказал, что у нас сегодня будет 4 раунда. То есть, по 2 раза каждый у нас человек будет искать. Ну вот, к примеру, мы с вами едем в толпе. И где-то здесь может быть Илюха Элчик. Я вообще не понимаю. Ребят, ну все же едут по ПДД. Все едут одинаково. Вот знаете, единственный признак, по которому можно отличить Илюху, это знание каких-то его машин. То есть, если у него машина с каким-то винилом, и он ее взял, то, соответственно, мне будет уже какая-то подсказочка. Поэтому я буду подъезжать к каждой машине, смотреть на ее шильдики. Но это у нас все те же ребята ездят. Блин, все такие подозрительные на самом деле. Но вот эта вот F90, она у нас что-то топит так быстро. Ну ладно, проедем ее, не будем стопориться. Я просто еще не всех людей увидел. Не все машины именно по винилам посмотрел. Так, ну, в кукурузе у нас вроде прятаться нельзя. Если какой-то гений туда заехал, то я надеюсь, что у нас, кстати, таких гениев нету, кто просто сел в кукурузе сидит, типа у нас прятки видео, да. У нас, ребят, все тут катаются по ПДД. И как я уже говорил, ссылочка на мой ТГ-канал в описании. Там вы можете попасть ко мне в видосик, как все эти ребята. То есть, кататься по ПДД и так далее. Так, ну, я вообще, ребят, на самом деле, вообще не знаю, куда мне ехать. Это просто какой-то бред, потому что, ну, блин, ну как отличить вообще Илюху от других людей, когда они все просто одинаково ездят по ПДД. Короче, ладно, я просто хочу посмотреть реально все машины, которые у нас тут ездят. Вот Лексус, например, на нем вроде никаких шильдов нет. Но вообще, ребят, в правилах было брать машины без шильдов, но мне кажется, что Илюха все-таки мог взять. Так, у нас кто-то даже с номерами взял. Вот с номерами брать нельзя. И, кстати, я что хотел сказать. Я-то указал правила, но я же их создавал, поэтому я, когда зайду прятаться от Илюхи, я не сделаю одну деталь. Я не набью тонировку на машину. И посмотрим внимательность Илюхи. Если он читал правила, то он увидит, что у меня нету тонировочки, и сразу же начнет подозревать меня. Но это все мы проверим в будущем. Пока что я даже не нашел Илюху, чтобы вообще забрать себе победу в первом раунде. Уже машину себе просто рассек. Но я не знаю вообще, как можно найти. Реально, их тут и 19, но на карте как-то маловато. Ну, на самом деле, Лексус какой-то такой. Типок. Хотела... Опа, М3, стоп. М3 Туринг. Вот это, ребята, интересная машина. Все потому, что она нравится Илюхе и Иллчику. И мне кажется, что он мог ее вполне взять. Кстати, первый раз сегодня вижу на карте. Так, она у нас пошла на обгон, ребят. Ну, подозрительная на самом деле машинка. Не кажется вам? Просто вот так вот ездит у нас шумахер такой. Так, и что? И что, он остановился, типа? Да ну, не может быть. Я надеюсь, что Илюха вообще поменял себе персонажа. А, кстати, чел вышел просто с машины серьезно. Так, ладно, давайте подойдем к нему вот так вот. Так, все, вылазим с машины тоже. Блин, приора меня сбила немножко. Так, у нас тип открыл капот и лазит здесь. Ну, ребят, подозрения, конечно, есть, что это Илюха. Но, блин, как у него даже спросить? Ну, я вообще не понимаю. Ну, ребят, это ангел отличить просто рандом. Кто-то у нас там дальше тоже остановился. Вот здесь у нас Лада Приора почему-то тоже решила к нам подъехать. Так, ну, типок пошел куда-то гулять туда, я так понимаю, да? И сзади за нами тоже уже пробочка такая нарисовывается. Ну, это вообще ангел, ну как, реально, вот как можно найти просто методом тыка к кому-то подъехать? Потому что, ну, блин, что-то я вот не подумал про то, что это реально будет как-то настолько сложно. Типа, даже в той же ГТ-5 это все делается легче, потому что вычислить человека среди ботов гораздо легче, чем вычислить человека среди людей. Блин, я в каких-то зарослях кукурузы. Так, Хонда Цивик у нас едет. Кстати, в этом же месте, где мы ее видели в прошлый раз. Опа, ребят, а вот эту Ладу я вижу первый раз сегодня. Так, давайте к ней подъедем и тоже ее детальненько так рассмотрим. Так, у нас такая серебристая Лада едет. Хорошо, давайте наблюдать за ее поведением. Я, в принципе, знаю, как водит Илю Хейл. До свидания, но без нажатой педали газа мы далеко не уедем. Я въеду в дерево сейчас. Я въехаю. Иногда он просто может не вписаться в поворот. Ну ладно, ну хотя это человеческий фактор, все-таки, ладно, погнали дальше. Вот ГЛЕ, так, ну хотя, вот на самом деле, мне кажется, что Илюха больше фанат BMW. Но давайте стопнем он просто Ладу. Да что он делает, тип? Блин, я надеюсь, что тип выйдет все-таки из машины. Вот по персонажу можно было понять как-то. Ну у него просто тонировка фуловая, хрен отличишь. Ну у них у всех такие специально сделанные. Да блин, ну ребят, я вообще не знаю. Вот допустим Е60, что в ней такого? Да тут просто все машины будто одинаковые. Я даже не знаю. Ну блин, ну хоть какую-то подсказочку, наверное, можно было сделать Илюхе. Но я сомневаюсь, что он мне будет что-то подсказывать. Мы же с ним играем как бы на победы. Вот у нас тип на F90, на которой есть значки и шильдик. Давайте ее детальненько с вами рассмотрим. Так, у нас даже сбоку есть шильдик М5. Хорошо. Но мне кажется, что у Илюхи нету именно такой F90, на которой есть прям шильды по бокам. Поэтому вряд ли он бы делал именно для моего видоса такие шильдики. Поэтому мне кажется, что мы можем с вами эту F90 просто отпустить и поехать дальше. Так, дальше мы едем, видим М8, которая со спойлером. Вот что-то Хонда такая подозрительная. Не знаю почему, но все-таки как-то вот к Хонде хочется присмотреться. Хотя вот у меня еще М3 тоже в подозрениях. Блин, у меня топливо закончилось. Серьезно, я еще кнопки отключил. Не вижу просто куда тыкать. Вроде туда нажал. Да, реклама не пошла. Все нормально. Так, едем с вами дальше. Ну, ребят, из подозрений у меня только Хонда серая и BMW M3 Touring. Вот потому что M3 Touring это как бы тачка, которую любит сам Илюхи Лчик. Вполне возможно, он мог ее взять сюда, чтобы покататься. Но это все же только предположение. Так, F10 у нас тут едет что-то медленно такая. Ну, ладно, проедем ее дальше. Я на самом деле, ребят, не знаю. Но если бы вы оказались на моем месте, куда бы вы и за кем поехали? Вот какие подозрения у вас вообще какие-то машины вызывают? Лично у меня ничего не вызывает никаких подозрений. Потому что, ну, просто все одинаковые. Вот Лада, кстати, тоже подозрительная. Не знаю. Приора. Ну, вряд ли у Лчика есть такие номера, которые стоят на ней. Так, M2. Она у нас тут что ли припарковалась так? Или что? Она врезалась у нас тут? Из M2 у нас, кстати, даже вышла девушка какая-то. Ну, блин, я не думаю, что Илюха Лчик взял бы себе персонажа именно женского пола. Не знаю, не знаю, конечно. Так, ну, Приора, конечно, подозрительная. Потому что она у нас тут уже второй раз, когда я останавливаюсь и выхожу из машины. Ладно, не будем ее трогать. Вот реально, почему-то мне M3 Туринг именно и вызывает какие-то сомнения. Потому что все-таки Илюха говорил, что реально ему она очень сильно нравится. Но это просто предположение. Не знаю, почему так. Так, ладно, с вами едем дальше. Я даже не знаю, за кем мы с вами сейчас поедем. Блин, я знаки все сбиваю. Лексус у нас тут такой тоже есть какой-то. Что за шумахер у нас тут такие развороты делает? Так, погнали за ним. Съездим-ка, посмотрим, куда он поедет. Ладно. Вот X6, кстати. Ой, точнее, какой X6? Это M4 у нас. Так, блин, ладно. Она у нас такая лаймовая. Кстати, вот у Илюхи тоже есть M4. Она тоже лаймового цвета, но она не такая яркая. Короче, все. Мне как-то надоело кататься. Поэтому я делаю свой выбор в пользу BMW M3 Touring. И давайте с вами напишем в чат. Так, теперь давайте включим с вами кнопочки вот так. И подъедем к M3. Она у нас должна стопнуться. Ну что, Илюха, вылазь. Надеюсь, что я угадал. Так, давайте еще раз напишем в чатик, что это мое окончательное решение уже будет. Так, и чувак выходит не персонаж. Такой, которого нет у Илюхи. Но именно он такими персонажами не пользуется. Хотя Илюха мог вполне просто поменять персонажа. Давайте, ребята, мы с вами включаем никнейм и смотрим. Нет, это у нас не Илюха. Серьезно, где у нас Илюха? Подождите, давайте найдем его. Так. А, серьезно? Lada 2107. Это Илюха был. Блин, ну я же подозревал эту машину. Это единственная Жигули у нас вроде тут, да? Ну, короче, Илюха. Это... Блин, ну ты заныкался, конечно, сегодня вообще мощь на самом деле. Что у нас тут происходит, ребят? На сервере просто кого-то уже перевернуло. Так, короче, я взял микроавтобус. Как я и говорил, что я могу свои правила менять и не пользоваться ими. Я взял машину без тонировки. Сейчас будем наблюдать за внимательностью Илюхи. Если же он посмотрит, что у меня нет тонировочки, то может, в принципе, догадаться, что это еду я. И да, ребят, если кто-то еще не понял, теперь мы с Илюхой поменялись местами. Он ищет, а я теперь пытаюсь прятаться среди других людей, создавая какой-то такой трафик среди города. Вот, кстати, Илюха подъезжал, когда мы всей картой как бы заехали на эту локацию, начали кататься. Я еще ни разу не увидел, на какой машине Илюха. То есть тоже могут быть под... А, стоп, стоп, стоп. Это Илюха, наверное, на фиолетовой машине, да? Так, мы с вами аккуратненько. Блин, я уже в полосу не вписался, серьезно. Главное, не палиться. Сейчас смотрим на внимательность Илюхи. Если он заметит, что у меня нет тонировки, то, в принципе, может уже потихонечку догадываться, что это я еду именно я. Так, я припарковался как-то. Вот, Илюха поехал. Реально, у него фиолетовая М3 такая туринг. Стоп, он возвращается. Не-не-не, не надо, не надо. Илюха, ты что? Я просто бот, который здесь стою. Так, я, кстати, персонажа не поменял серьезно. А если он догадается слегка? Не. Блин, где он? Он уехал, что ли, да, у нас? Итак, обстановка чистая. Илюха уехал. И он даже не обратил внимания, что у меня на машине нету тонировки. То есть, все нормально, в принципе. У нас вот такой дефектик есть в машине. Так, стоп, я куда-то заехал, не туда. Мне кажется, надо выруливать. Так, все. Я просто хочу заныкаться вот где-то и просто стоять. Хотя это будет как-то по-читерски на самом деле, потому что... Ну, блин, я не знаю, как это вообще можно описать. Ладно, давайте с вами покатаемся, а потом на пару минуток заедем с вами в кукурузу. Или давайте с вами просто вот сейчас на трассу сюда и выйдем. Я думаю, это будет просто гениальный метод, если мы так сделаем. Так, ну, я вообще на самом деле хочу немножко вот так даже заныкаться в кукурузе, вообще понаблюдать, как Илюха ездит, там кого-то ищет. Мы же, в принципе, без времени играем, поэтому вполне нормально, что мы можем так сделать. Итак, я включаю дрон. Все, потому что когда я буду ездить и включать дрон, я одновременно делать и то, и то действие не смогу. Если буду управлять дроном, то, конечно же, могу спалиться. Так, наблюдаем, где Илюха. Я пока что его вообще не вижу на карте. А где Илюха у нас? Я не понял. Ладно, погнали дальше с вами. Проедем немножечко. Вот давайте с вами сюда заныкаемся. Блин, уже какие-то прятки на самом деле. Но я просто хочу постимать, как Илюха ездит. А, вон он, ребят, у нас. Вон, да, его машинка. Он катается. Блин, конечно, карпаркинг со своей детализацией. Это просто что-то с чем-то. Так, вот у нас Илюха. Я подлетел к нему. Он подъезжает ко всем машинам. Пытается разглядеть меня. Ну, у всех тонировка, конечно же. Так, он у нас развернулся. И поехал вообще в другую сторону от меня. Хорошо, теперь мое время выезжать на дорогу. И уже никуда не прятаться. Так, стоп, стоп, стоп. Мне сейчас опасно будет как-то выезжать. Потому что Илюха едет прямо в мою сторону. Стоп, не надо. Илюша, Илюша. А это что такое? Подождите, он меня не заметил? Серьезно? Или он меня просто троллит уже? Я не понял. Так, короче, он просто уехал. Ладно, погнали тоже с вами выезжать. Уже на дорогу будем. Итак, мы с вами беспалевно возвращаемся на дорожное покрытие. И теперь будем пытаться ездить по ПДД. Так, поворотник. Ой, тихо. Илюша у нас сзади на хвосте. Он у нас проехал. Это хорошо. Так, поворачиваем с вами направо. И теперь просто с вами катаемся по дороге. Так, давайте с вами свер... Ой, стой! Блин! Я в полосу не вписался. Мне кажется, Илюха меня уже подозревает. Серьезно? Давайте вот налево с вами просто. Вот будем за ним наблюдать лучше. Так, стоп, стоп, стоп. Да, он меня троллит, ребят. Ну, 100% он меня троллит. Я уже давно, мне кажется, спалился просто перед ним. Ну да, просто посмотрите. Он меня реально троллит уже. Короче, все, ребят. Считайте, что мы проиграли, потому что Илюха, как мы видим, просто нас уже начинает как-то троллить. Да, блин, столб сбил, еще подскользнулся на нем так. Но он у нас остановился, и что ли, все, мы проиграли с вами, получается, да? Но он еще ничего не написал в чат. Блин, я просто себе машину полностью разбил. Ну ладно, ребят. В принципе, это и так было очевидно, потому что у меня нету тонировки. Все-таки Илюха это понял, я так понимаю, да? Мы с ребятами пересоздали сервак. Вон они все едут, и кто-то из этих ребят у нас, сам Илюха Элчик. Так, я скрываю никнеймы снова. Как вы поняли, теперь я ищу. А потом еще будет один раунд, когда Илюха будет меня искать. Но пока что счет 1-0 в пользу Илюхи, потому что он все-таки смог меня найти. Но как-никак, я все-таки сделал ему подсказочку такую на его внимательность, потому что у меня не было тонировочки. А как вы помните, Илюха просто взял обычный жигуль и никаких подсказок мне не давал. Ну я, короче, отъехал от въезда на эту карту, чтобы дать людям спокойно сюда заехать. Теперь, ребят, с вами будем подлавливать. Так, тут у нас с мигалками, тут даже М3 у нас другого цвета уже почему-то. Так, кто-то у нас с мигалками явно катается, и я не понял, что это такое у нас. Так, давайте присмотримся к тому типу. Хотя вот, ребята, стоп. Она у нас идет с шильдами. Кстати, это очень похожие шильдики, которые на М5, которые есть у Илюхи. Вот реально похоже так. Порш Каен у нас тут ездят. Серебристый такой. Так, кто-то у нас с мигалками тут. Я не понял, что это такое у нас. Винилы же вроде были запрещены с номерами. Кто-то у нас такой запрещенный зашел. Ребят, всегда читайте правила, потому что реально. Надо всегда читать правила, когда принимаете участие в видео. Потому что, ну, в конце концов, будем просто вас исключать, если кто-то не подчиняется правилам. Потому что, ну, мы хотим снять все красиво, чтобы все было одинаково, все равные в правах. А кто-то просто берет у нас с номерами машины и так далее. Тут у нас какая-то толпень такая собралась. Все потому, что у нас тут F90 с мигалочками была. Она у нас такую суету создала. Ну, это что такое у нас? Так, кто-то написал Элчик в чат. У меня никнеймы, я напоминаю, отключены. То есть, я вообще не вижу, кто из них Илюха. Так, у нас Лексус подозрительный. Но, ребят, все подозрения все-таки на M5 F90. Потому что, блин, шильдик реально очень похож на шильд, который в РП у Илюхи был. Так, ну и не знаю, почему реально похожий такой шильдик. Вот, я не знаю, даже диски, кстати, похожи. Так, ну и номеров нет. Ну, ребят, вполне возможно. Вполне возможно, кстати. И вот я не знаю, на самом деле. Это просто мои предположения. Но, я думаю, что реально, возможно, это Илюха. Он еще сигналит. Так, ладно, погнали, с вами проедем дальше. Возможно, это даже не Илюха. Блин, да я вообще, ребят, не знаю, что мне делать. Потому что, ну, это снова просто какие-то предположения будут. Я так понял, Илюха мне никаких подсказок не дал. Кто-то у нас тут на Лексусе таком, интересно. На самом деле, тихочек стоит на обочине. Ладно, погнали, с вами проедем дальше. Тут у нас Х5. Ауди едет так. Ну, вряд ли, конечно, Илюха бы захотел взять такие машины. Не знаю, почему. Был бы я Илюха, я бы что-то другое все-таки взял. Не в том плане, что машина и говно. Ни в коем случае не хочу сказать. Это про Ауди. Но просто вот именно, если был бы я Илюха, я бы почему-то не взял Ауди. Не знаю, почему. Просто так как-то. Вот мне реально кажется, что это F90. Не знаю, она прям очень подозрительная. Прям реально подозрительная машина. Потому что вот у Илюхи прям реально очень похожие шильды есть в РПшке. Порш Каен у нас тут такой едет. Серебристый тоже, кстати, какой-то немножко подозрительный. Так, давайте сюда с вами пройдем. Блин, машину нельзя как-то просветить внутри камерой. Ну, е-мое. Ну, посмотреть бы, кто там внутри сидит. На самом деле, было бы вообще хорошо. Так, ну, я не знаю, ребят. Порш, конечно, без каких-либо подсказок. Вообще без ничего, как все и другие машины. Так, в Ауди мы тоже с вами, к сожалению, не заглянем. Хотя вот Ауди тоже, кстати, немножко подозрительная. Но на самом деле, самая подозрительная, это все-таки та BMW M5 F90. Так, тут у нас на мини-купере меня тут подбил немножко. Так, кабан. Он у нас подъехал такой бандитский. Да, е-мое, е-мое. Так, M3 Touring тоже, кстати, подозрительная машина. Но вот я не знаю. Вот банана у него точно такого нету с винилом на капоте. Хотя, не знаю. Так, Ешка у нас подъехала тоже. Ну, блин, ребят, толпа машин. И просто в какой-то из них Илья Элчик сидит. Я вот не понимаю, как отличить их. Просто все одинаковые какие-то. Короче, ребят, я в погоне за F90. Что? Я через забор пролез. Это что было? Забор же вроде непрозрачный. Да ну нафиг. Какой-то баг, что ли, словил опять или что. Так, с вами выезжаем вот так аккуратненько. И едем просто в погоне за F90. Потому что, как по мне, это и будет по ходу Илюха Элчик. Не знаю почему, просто мне так кажется. Да куда она пропала, я не понял. Я ее держал в своем более зрении. И куда-то она уехала у нас. Я не понял. Так, сейчас мы ее найдем с вами тогда по-быстренькому. И будем сразу же стопать. Не знаю, угадаю ли я или нет. Но у меня как бы уже два раунда осталось, чтобы забрать себе хоть одну победу. То есть я могу как-то заныкаться этой Илюхе, чтобы он меня не нашел. Либо же сейчас найти его. Да блин, где эта F90? Где ее носит, ребят? Ё-моё, давайте к ней уже по-быстренькому поедем. Я нашел F90. Давайте писать с вами в чат, что как бы F90. Это мой окончательный ответ. И все, ребят. Надеюсь, что я все-таки угадал. Да ё-моё, ребят. Я все-таки не угадал. У меня была вторая попытка, чтобы угадать машину. Но я не смог это сделать. Потому что чувак какой-то левый написал да. И я сразу же понял, что это не Илюха Элчик. Так, ну мы с вами подлетаем как бы. Ну это 100% был не Илюха. Наша задача сейчас его будет найти. Вообще посмотрите, на какой машине он у нас был. Да ну, да ну. Серьезно? Поршка иен? Я же к нему подъезжал еще, смотрел и удивлялся. Да ну, Илюха, ты прямо у нас мастер сегодня какой-то. Я тебя второй раз не могу найти. Но ты мне, конечно, подсказки никакие не даешь. Я тебе-то хоть что-то давал такое на удивление. Блин, хочет сделать пару на анимацию. У меня нет денег. Ладно, погнали. У нас сейчас будет последний раунд. Илюха меня сможет найти или нет? Вот это реально интересно. Ребят, только не смейтесь с моей машиной. Я специально себе ее такую сделал. Ну, в правилах как бы была тонировочка, чтобы не было видно персонажа. Я такую тонировочку, в принципе, и сделал. Правда, она у меня розовая. Сейчас будем просто смотреть, насколько быстро Илюха меня найдет. Я не знаю, почему я просто сегодня Илюхе так поддаюсь. Но в будущем, конечно, мы с вами так, наверное, делать не будем. Но просто это контент, ребят. Все-таки реально контент. Если сделать что-то в машине такое. Тем более, это у нас первая рубрика. Он еще не знает, что я просто даю ему такие подсказки. Но, с другой стороны, Илюха может покататься просто вокруг меня. И подумать, что на самом деле это не я. И уехать дальше. Ну, как-то так это работает. Я еще, кстати, не нашел, где Илюха. На какой он в машине катается. Вон, по-моему, Макларен у нас ездит. Да? Это, по-моему, сам Илюха у нас. Так, гольф какой-то бешеный у нас понес. Все серьезно. Так, все. Мне надо просто кататься по ПДД. И, главное, не спалиться. Не нарушать и так далее. Ну, конечно, у меня тачка просто цепляется. Но я это сделал специально. Надеюсь, что Илюха все-таки подумает, что на самом деле это не я. Так, быстренько, пока он меня не видит. Вот так с вами через поле срезаем. И оказываемся вот здесь. Так, сейчас будем выезжать на повороте. И самое интересное, как на это увидит и отреагирует Илюха. Так, смотрим. Где у нас там едет? Ё-моё. Давайте с дрона с вами немножко поднимемся. Посмотрим, где Илюха. Так, а куда он уехал? Он же сюда вроде ехал. Серьезно, он пропал уже? Так, вот я вижу, Илюха едет на своем Макларне. Он прям в нашу сторону поворачивает. Главное, не палиться. Аккуратненько включаем поворотники. Едем с вами дальше. Так, Илюха прям вот здесь у нас находится. Так, как нам аккуратненько так проехать его? Блин, он еще тормозит немножко. Так, ну едь давай дальше. Это не я. Да блин, чел, что ты делаешь? Что это такое? Что меня Мерседес просто сбил? Так, ладно, я сбил столб еще случайно. Все, поворачиваю налево и еду себе дальше. Так, меня тут обгоняют еще. Но Илюха вроде как уехал. Главное вообще никак не спалиться. У нас тут тип просто на Пагане катается. Блин, ну это вообще, мне кажется, гиперкар. Прям реально выделяется среди толпы машин. Интересно, что Илюха думает по его поводу. Но он вроде как знает, что у меня нету Пагани. Так, а где сам Илюха? А, он у нас сзади ездит. Капец, он мощный. Так, аккуратненько поворачиваем налево. Блин, та же ситуация, как и в предыдущих раундах. Помните, когда я здесь на микроавтобусе катался? Точнее, в предыдущем раунде, да. Так, где у нас Илюха? Он уехал куда-то. Блин, да гольф. Как ты меня так подрезаешь жестко? Прям внутри меня ездишь. Ну, короче, я прям реально с такой машиной выделяющейся, клинжовой максимально. Но я просто хочу реально поиграть над Илюхой. Немножко контента такого завести. Потому что если реально просто кататься по карте, это будет не так интересно, как реально какую-то подсказочку Илюхе оставить. Так, у нас тут кто-то припарковался на обочину. Илюха прям где-то на хвосте за мной ездит, что ли. Я таки не понимаю, куда он реально сворачивает. Или он где-то уже среди домов. Блин, что у меня так едут сигналят, пугают еще. Блин, сзади меня толпа просто людей, да. Ну, конечно, такая потасовка. Это немножко подсказывает Илюхе, что где-то среди этих людей могу находиться сам я. А вон у нас сзади он даже едет. Жесть. Так, аккуратненько едем с вами дальше. Интересно, вот у Илюхи вообще подозрения есть на такую машину? Ну, хотя, конечно, не будут, если бы я такую машину увидел на карте. Я бы сразу понял. Да он прям во мне уже едет. Ну, 100% он уже понял, что это я, походу, или где он. Да, он прям во мне ездит. Да е-мое, что ли сегодня будем с отсчетом 2-0 проигрывать или как? Ну, короче, я, конечно, оставлял подсказочки Илюхе. Но Илюха мне вообще никаких подсказок не оставлял. Поэтому, не знаю. Так, я сверну на свалочку, пока Илюха уехал у нас куда-то вперед. Так, ну, я, короче, здесь подстаю. За мной Пагани приехала на свалку. Реально, то самое место для Пагани, что ли? Ладно, шучу, конечно. Ничего против Пагани не имею. Отличный автомобиль. Так, вон у нас Илюха на заправку поехал. Объехал ее и куда-то пропал, что ли, или что. Ладно, неважно. Так, ну, блин, тут со мной уже 2 человека находятся. И третий подъезжает. Пацаны, что вы все за мной катаетесь? Это ж реально очень палевно. Так, я еду дальше. Надеюсь, что мы не спалимся. Хотя Илюха прям ехал прям в плотничок. Хотел, наверное, посмотреть через стекла. Но у меня стекла, конечно, внутри вообще никак не отображают. Да е-мое, куда бы я ни поехал, за мной все время едет толпа подписчиков. Возможно, Илюха понимает этот фактор, что я могу находиться среди этой толпы. И постоянно, короче, пасет нас. Ну, я не знаю, на самом деле, что делать. Мне кажется, Илюха уже реально заподозрил, что это моя машина. Ну, давайте с вами снова направо повернем. Здесь, типа, остановочку такую сделаем. Хотя, реально, это уже очень палевно. Ребята, почему-то у нас создают такую массовку. Ну, ребята, проедьте дальше. Зачем вы здесь все остановились? Так, да е-мое, 4 человека уже. А нет, даже 5 у нас здесь проехало. Так, и они уже немножко... Не, они тоже останавливаются тут, серьезно. Да что вы творите, ребят? Илюха сейчас 100% догадается, что это я. Он бежит ко мне даже. А не, он побежал, стоп. Он к 4-ке побежал. Да ну, серьезно? Мне повезло, что ли? Так, давайте здесь постоим. На аваричке, типа, вот так мы с вами встанем. А, он написал, выходи. То есть, он 4-ку выбрал, серьезно? Я бы, на самом деле, выбрал все-таки Е39. Потому что, реально, очень палевная машина. Так, ну, короче, Илюха все-таки понял, что я, наверное, нахожусь в 4-ке. Да, на самом деле, я нахожусь в Е39. Так, он написал, ахахах, выйди. То есть, блин, серьезно? Да, Илюха, я тут, короче. Ладно, давайте мы уже покажем, что здесь мы находимся. Он пишет, я тебя нашел. Да, жаль, что он не ту машину выбрал. Хотя он был очень близок. Короче, я написал Илюхе, что я находился в BMW Е39. Он что-то у нас тут звездочки написал. Ладно, не будем это комментировать. Ну, что же, ребят, я думаю, выпуск у нас уже получился довольно-таки длинный. И можно его как-то заканчивать. Конечно, немножко скучновато кататься по карте, ждать, когда нас поймают. Но все же это что-то новенькое. Почему бы нам это не попробовать? Конечно же, я после этого видоса еще каких-нибудь новых рубрик подобавляю. Обязательно я сделаю. Поэтому будьте подписаны на мой YouTube-канал, ставьте лайкусики, чтобы не пропускать новые видосики. Ну и, конечно же, вступайте в мой ТГ-канал по ссылочке в описании. Там проходят наборы на мои видосы. То есть вы, как эти ребята, которые у нас сегодня участвовали в ролике, можете тоже ко мне попасть. Кстати, какой-то тип у нас зашел вообще на автобусе под названием Лазербас. Ну, это прям вообще беспалевная машина на самом деле. Правда, на нем тонировочки нету, ну ладно. Короче, я хочу вообще сказать всем большое спасибо тем, кто участвовал в моем видосике. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите в комментарии вообще свое мнение про эту рубрику. Конечно, она немножко скучная, но при этом она веселая, потому что мы с Илюхой смотрим на машины подписчиков и ищем среди этих машин именно нашу нужную машину. И смотрим, кто у нас сегодня победил. Кстати, да, победитель у нас сегодня Илюха. Поздравим его, он меня нашел целый один раз, а я его ноль раз. Ну ладно, я ему хотя бы поддавался, он мне вообще никак не поддавался. Ну ладно, ребят, ставьте лайкусики и подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, Лазер и Илюха Элчик. Всем желаем удачи, ребята. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok